Значит, праздник теперь уже как 20 дней называется. День сотрудников органов внутренних дел. Подписан был указ президентом 22 октября этого года. Но фактически дата осталась прежняя, как и раньше был день милиции. И, видимо, какая-то преемственность в этом чувствуется, наверное, должна быть. И действующим сотрудникам полиции, и ветеранам МВД. От души хочется пожелать, конечно, в первую очередь здоровья, материального благополучия, которое нам планирует и президент, и правительство Российской Федерации. Чтобы в полиции работали, конечно, профессионалы. Чтобы мнение населения о полицейских изменилось, разумеется, в лучшую сторону. Процесс, разумеется, этот не короткий, он требует длительного времени. Но мы как раз над этим и работаем. Чтобы люди в полицейских видели, в первую очередь, защитников и могли им доверять. И, возможно, обращаться за помощью и верить, что помощь им будет оказывана. Товарищ полковник, личный состав полка по случаю празднования дня сотрудник органов внутренних дел построен. Замкомандир полка, полковник, полиция, ржаны. Поздравляю вас с праздником! И всегда были службы, которые носили разные названия. Назывались дружинами, ополчением, полицией, милицией, жандармерией. Можно еще массу других названий привести. Это та служба, те люди, которые стоят на страже закона. На охране порядка любого государства. И в частности, нашего. Поэтому от души позвольте пожелать вам всем благополучия финансово. Кстати, снег идет, хорошая примета к деньгам. Сейчас Евгений Жуков, я думаю, подтвердит моё ТС. Счастья семейного, удачи, терпения вам и вашим близким. Всего доброго и лучшего. И на этом я предлагаю начать праздное наше торжественное мероприятие. Товарищ, пожалуйста. Николаевич. Старшего прапорщика полиции Перова Алексея Владимировича. Прапорщика полиции Арчакова Владимиру Аркадьевичу. Медаль МВД России за отличие в службе третьей степени. Капитанин полиции Кобеля Владимир Михайлович. Сергей Александрович. За словами перед отечеством вашего полка Кубака. Наша задача оказать вам дань уважения. Пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения, нормальных заработных плат. Я думаю, что если у человека эта жизнь, вам приходится жертвовать своей жизнью ради здоровья, ради мирной жизни гражданского населения. За это вам огромное спасибо от всех нас в Воронеже, да и не только в Воронеже. С праздником, здоровья, благополучия вам и вашим семьям, успешной службы, а благо нашей Родины. Воронежская областная организация «Наши общие дела» Рудкин Иван Викторович. Уважаемые друзья, разрешите от имени Воронежской областной общественной организации, созданной по инициативе губернатора Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева, поздравить всех с профессиональным праздником. Пожелать вам здоровья, всего самого доброго. В Воронежской областной общественной организации существует несколько проектов. Один из них военно-патриотический. Ряд ваших сотрудников в свободное от работы время, в выходные дни, участвует в процессе воспитания молодого пополнения молодежи города Воронежа. Разрешите поблагодарить их, прежде всего, за ту работу, которую они проводили. И вручите им благодарственные письма и памятные подарки о той работе, которая была летом и очередью этого года. Попов Дмитрий Васильевич. Роман Игоревич. Роман Игоревич. Которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Хочу наполнить их имена. Это старший сержант милиции Маслихов Анатолий Иванович. Погиб в 1997 году при задержании преступника. Старший сержант милиции Целых Геннадий Владимирович. Погиб в 1998 году, спасая жизнь граждан, с которыми произошел несчастный случай. Старший сержант милиции Аникин Сергей Анатольевич. Погиб в 2000 году в бою в столкновении с участниками незаконных уронов бандформирования. Чеченской Республики. Посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Старший сержант милиции Кареничев Юрий Васильевич. Погиб в 2004 году при задержании вооруженного преступника. Предлагаю почтить память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Минуты молчания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Первая полиция, Павлович Фондарь Алексеевич, заместитель командира 1-го батальона полка патронной постовой службы. В этом году, в 2011-м, в лагере родились с молодежью спортивные мероприятия, стреляли. Ну а также в течение лета были проведены полностью все мероприятия, которые были запланированы в нашей организации, в котором участвовали наши непосредственно ребята. Ну, в свое свободное время, естественно, у меня тоже растет дочь, вот, поэтому молодежь сейчас в настоящее время нуждается в поддержке, особенно военно-патриотическом, а также в правовой. Поэтому, ну, делали все, что, как говорится, в наших силах.